Музыка Недавно в здании научного центра урологии имени Джарбусынова состоялась пресс-конференция на актуальную тему мужского здоровья. Не секрет, что на сегодняшний день тема здоровья населения – одна из приоритетных направлений Министерства здравоохранения и правительства в целом, а здоровье сильного пола – и вовсе тема, выходящая за рамки одной страны. Из докладов, прочитанных на сегодняшней конференции, стало ясно, что мужской организм более чувствителен к влиянию внешнего фактора. Иными словами говоря, половое здоровье мужского населения становится все более актуальной темой наших дней. И одним из первых ученых в нашей стране, кто перешел от слов к действию, профессор Морзакарим Каримович Алчимбаев, разработавший под собственным руководством программу мужского здоровья. Охват 16 регионов в школу здоровья, обследованных, 2013 мужчин в сложности, 45 из них обнаружены в ауроандрологической патологии, 1200 врачей. Первые комитетные обучили в рамках школы мужского здоровья. 96% обладали, научили, крайне слушаю, они так написали. Мы сейчас обязательно анкетируем, они написали, что научились обследовать мужчин. Ну, если так, это шикарно. В 8 январь 2014 года приказы министра положения деятельности медицинских гражданскому оказывали логическую и аналогичную помощь, где Центр Мужского здоровья и семейного долголетия утверждена как штатная единица Министерской организации переговора к константинной помощи. Назвали эту программу «Мужское здоровье, семейное долголетие». На конференции также обсуждались исследования отечественных и зарубежных врачей. Больше всего риску половых дисфункций подвержены люди, занятые в регионах, где большая локализация технологичного производства. К примеру, у рабочих нефтяной сферы нарушения репродуктивной функции выявлены у 63,5% из 28 тысяч обследованных. У работников цветной металлургии 53,2%. Все врачи в ходе пресс-конференции пришли к общему мнению относительно лечения и профилактики, сохранения мужского здоровья. И тут ключевое слово – профилактика. ВОЗ задается вопросом на сегодняшний день, является ли мужской пол пятым фактором риска после табака, алкоголя, низкой физической активности и ожирения. Даже так ставится в настоящее время вопрос. Поэтому в первую очередь необходимо обеспечить доступ к консультативным услугам среди мужского населения. Этим и занимается научный центр урологии. Сейчас он расширяя границы, подключая мультидисциплинарный подход для того, чтобы мужское население через центры мужского здоровья могли получить консультативные медицинские услуги. В заключении по итогам конференции необходимо отметить, что разработанная программа мужского здоровья, а также разработанные в рамках данной программы подходы в диагностике и лечении заболеваний репродуктивной системы мужчин, открытие центров мужского здоровья и семейного долголетия, доказавшие свою состоятельность на практике, уникальные и на сегодняшний день и не имеют аналогов в мире. Ведь качество жизни и здоровья – залог светлого будущего. Серия Камбарбаев, Аслер, Жумадулаев, Асларна.